Я расчеркнусь так, нет предыдущих законов, пока не помню. Эти слова знают очень многие люди, и одна иота не исчезнет. И слова иота, хотя в обыденной речи не встречаются, это взято отсюда. И вот начинаешь когда рассматривать, то какая здесь связь. Люди клянутся всем, что есть. Клянусь небом, клянусь землей. Я стал задумываться, а почему море не клянуться? Никогда. А написано, что море неспокойное, шумит и пенится с работами своими, выбрасываю грязь. И когда человек на корабле, то его бросает, и вся мудрость исчезает, он как пьяный шатается. А что ты можешь клясться? А землей клянуться, мать земля называют. Да вот все это связано с Библией. Небо и земля предут, а слова мои не предут. Прямая связь здесь. А за землей и за небом-то мы научились наблюдать. Здесь и политические, и экономические, и каких-то вопросов не решают. Особенно экологию. Вот сейчас забота о том, как бы потепление не продолжилось. Заполнить целые континенты вода. Люди думают, не из земля прейдут. Определенные, четко, приговоры вынесены. Но слово не прейдет. Я решил по всей Библии пройдите посмотреть, что Бог говорит о земле и о небе. Вот мы сейчас немножко пройдем. Пророк Исаия, 34 глава, 16 стих говорит так. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится. Ибо так повелел Господь. Что сказано, обязательно сбудет. Это и слово его. И не применит. Ну сказано, что будет война, Армагеддон. Но можно сейчас вот соберутся, восьмерка, беседуют, хорошего президента изберут. Можно. Многое сделать. Даже отодвинуть можно. Бог отодвигает иногда сроки. Как гибель не ели. Но обязательно это будет. И одно другим не заменится. Ну а пусть бы было так, как у Давыда. Три вида казни. Избирай любую. Не заменится одно другим. Обязательно будет война. И погибнет третья часть обезвленных. И никак по-другому. Исайя 48, 18. О, если бы ты внимал закону моему, говорит Господь, то мир твой бы был как река, и правда твоя как волны морские. Что волны морские? Цунами. Если бы ты внимал закону Божию. Море. Неспокойное. И то, оказывается, напоминает о Слове Божье. Если бы ты вникал, правда твоя бы была. Оказывается, от того, что Слово Божие не у нас, не в руках, его не проповедует. И правда никакой нет. Какая здесь вся взаимосвязь. На небо смотрят люди, знают. Вчера, сегодня, год назад, деды мои были. Все. Но оно может приедет. То есть исчезнет однажды. И все это урядно со Словом Божьим. Все направлено на то, чтобы уничтожить землю. И воскипят небеса. Написано, растают стихи и разгоревшиеся. А впереди написано. И Слово Мое не приедет. Еще небо и земля целы. А Слова уже давно нету. Нигде. Вот смысл-то какой здесь заложен. Небо и земля есть. Все встречают. Есть. А Слово Божие где? А если его нет, то значит, мы живем уже не на земле. Никакого неба на одном и нет. А с Слова-то Божьего нет. Евангелие от Матфея 24.35. Небо и земля приедут, но слова Мои не приедут. 1 Петра 1.25. Но Слово Господне пребудет вовек. А это есть то Слово, которое мы вам проповедовали. А какое они проповедовали? Что Христос сошел на землю, умер до грехи людей. И Слово-то никогда не приедет. Я все время один вопрос сажу. Ну неужели не читали никогда? Ну Евангелие же было в России-то. Оно не приедет, не исчезнет. И вдруг исчезло. Можно было пройти от края до края, ни у кого не было. Особенно хорошо говорит Дмитрий Ростовский. Никакого понятия даже не было о слове Божьего. Это ни в один день, ни в два, ни в одном месте. Вообще проехал по командировке. И ничего не нет. Игнатий Бричинин об этом пишет. Тот где-то на Украине. А этот Ростов в разных местах ездит. А это Черноморье. Везде одно. Привозили воску везде до самого севера. С Павелы Северного народа за шкурки песовые. А на Слово Божие никто не держался. Много ли? Ну, я говорю, четыре человека. Нашел таких, которые заботились о Слове Божьем. И вот мы считаем. Откровение 14.6. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который нес вечное Евангелие, чтобы благовестовать живущим на земле, не мертвым. У нас звучит Слово Божие иногда. Там, где никого нет. Уже принырли все. И вот написано, небо и земля сгорит. А одна книга в руках у ангела. Да Господи, а мы же сколько старались, заботились. Все сгорит. И написано, земля и все дела на них. Какая она была, девственная земля. А потом на нее сколько всего сделали. Культурный слой до 10 метров достигает иногда. Все это исчезнет. Вернется первоначально. Откровение 20 глава 11 стих. Я решил посмотреть еще и как небо будет вести себя. И увидел я великий белый престол. И сидящего на нем. От лица которого бежали небо и земля. Если Слово Божие нет, тогда напрашивается. Уже Иисус тогда прошел. Уже последние строки Писания. И упоминается опять о Библии. Ничего другого нет. Я сейчас подведу к последнему слову. И замкнем мировую историю. Она начинается словом. Вначале было слово. Слово было у Бога. И кончается словом. Последнее слово Бог говорит ей. Гляди. 2 Петра 3.20. Небеса прейдут. Стихи разгоревших разрушатся. 10 стих. Земля и все дела на ней лят. Как это можно было просмотреть? Вот заботиться, какое государство, какое строительство, что-то храмы. Все разрушится. Что бы мы ни делали, все разрушится. Кроме слова. Строим все как будто вечное, а Слова Божия нет нигде. Только совмести эти слова. И уже сегодня село срочно заседает. Все, мир кончился. Суд Божий прошел. Где слово-то, когда написано, черта не пройдет. Тут не черта полностью убрали Слово Божие. Я о чем говорю? Это другая Библия есть где-то. Как можно было это не видеть, когда столько было епископов? 50 тысяч. 57 тысяч храмов было в России перед революцией. 57 тысяч людей держали Евангелие и не видели этого. Другая задача, чтобы Бог не оставил. Идите по всему миру. Но мы не верим, что Дух Святой сошел. А если верим, говорит, и будете мне свидетелем, Дух Святой придет. Назначение Духа Святого сдать свидетелями. Зато узнайте, один ничего не успею сделать. Вы все должны быть благовестниками. Я уже надрываюсь не один раз, говорю об этом. В воскресенье идите с нашими братьями, пока не поздно. События очень быстро меняются. Мы пожелаем вернуться к сегодняшним дням. При такой свободе благовестия нас никто нигде не задерживает. И даже заботы никакой нет. А семя сеется. Это нам кажется, что ничего толку нет. Семя сеется, не в один день оно всходит. Пророк Иеремия 1.12 говорит так. Я бодрствую над Словом Моим, чтобы она скоро исполнена то, для чего назначена. Господь бодрствует. И она обязательно исполнит то, что назначено для России. Обязательно по слову Божьим. Ищет национальную идею, заботы, русский конгресс собирается. Вину ищет где угодно. Я вам говорю, что только на днях я промолотил 874 файла в интернете. Маленько прикиньте, что это такое. И я нигде ни разу не нашел, чтобы заговорили прямо о главной беде. А рассуждают архиереи, зарубежные, местные. Даже близко не подходят. Слово Божие вообще, как будто оно отсутствует, его нет. Сектантский где-то откроет, пишет, ведет и ко Слову Божию. Не знаю. И обрезание его не будет ни обрезанием. И наоборот. И тот, кто видит, не станет ни слепым. Второзаконие 4.2 Второзаконие означает второй закон. Тот закон невыполнен, мы потеряли, новое поколение народилось. И Бог заново этот закон говорит, называется второзаконие. И что Бог сказал? Я дал тебе закон. Конечно, это Израиль и касается. Но мы-то вошли в наследие его. Мы, дикое маслино, привились. И поэтому все, что сказано, к Израилю к нам относится. И написано, не прибавляйте к тому, что я, Бог Его, заповедую вам. И не добавляйте, не убавляйте от того. Не прибавляйте, не убавляйте. Полностью убрали Слово Божие. Добавлять не к чему, а его нет. А убавлять тоже не к чему, а его нет. Вот, оказывается, как можно было справиться. Притча, 30 глава, 5-6 стих у нас при выходе. Прочитайте. И написано, всякое Слово Бога чисто. От корки до корки, что бы ты ни открыл. Он, щит уповающий на него. Не прибавляйте к словам его, чтобы он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. А как забавлять, когда всякое Слово его чисто. Щит ничего не убавляет. Щит короче будет, стрела влетит. Ни одного Слова никуда нельзя убавлять. Полностью убрали. Откровение 22, 18, 19. Знаете, многие стали пользоваться нашей терминологией. Я гляжу, что мы говорим, и они просто повторяют люди. А мы тоже Слово Божие изучаем. Кружок называет Слово. Прекрасно. Пошли наши, ничего нету. А мы Достоевского изучаем. Не Достоевский? Хорошо. Но это не Слово. Живое Слово, оно всегда бьет внутрь. Оно не будет искать вину где-то, в ком-то, в себе. Откровение 22, 18, 19. 19 стих, а дальше 20, 21, аминь. Больше ничего нет. Там точка стоит. Библия закончилась. И говорит, если кто приложит, что к ним, на того Бог наложит язвы. Если кто отнимет, то Бог отнимет участие в книге жизни. С чего началось? Бог посылает людей на пропоруч. И Библия этим заканчивается. Если кто отнимет, если кто прибавит. Старозаконие было дано израильскому народу. А это закон для христиан. Он повторяется. Там дано было им, когда они уходили в обетованную землю ханамскую. Нам дается, когда мы в небо. Мировая история заканчивается. Летит ангел и говорят, не добавить, не убавить. И дальше аминь. Вот после этого ничего уже нет. Все. Я и гряди, Господи Иисусе. Не добавить. Мы можем... Ну нельзя это. Просто это фантастика я занимаюсь, чтобы попасть на совещание архиереев. И сказать, эти слова для нас касаются или нет. Как вы могли не добавить, не черту убрать, а полностью перечеркнуть слово Бога? Не иоту одну Бог говорит, не дам убрать, а полностью весь алфавит смели. И кратко. Ну и алфавита состоит весь текст. Я и гряду скоро. Это 21 стих. Значит, не добавьте, не убавьте, а я и гряду, означает я сам проверю. Господь бодрствует над словом Своим. Он не позволит ни одной буквы убрать. У нас не просто спрос будет, а пожар какой-то. Псалом 118.17. Псалом 118. Принято читать каждый день, кроме субботы и воскресенья. Ну так, почему-то павильона. И вот этот псалом говорит так. «Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое». Особенно любит этот псалом старобряться. Даже у меня был один лагерь, он большой, самый большой псалом, он его наизусть по-русски выучил. И утром мы стояли, он полностью весь 118-й псалом читает. «И буду хранить слово Твое». Как хранить, когда его нет? Только так. «И буду хранить слово Твое». Тут надо маленько добавить две буквы было. Это повторяло тысячу лет в России. «Буду хранить слово, а его нет нигде». Вот как только пришли к князю Владимировну, единственное, что монахи должны были принести любовь к Слову Божию. И сразу был вопрос. Княжи Владимировны, а у тебя есть люди грамотные? Есть. А молодые, как Дмитрий Ростовский, сразу школу набрал? Как считаем, жития по тысяче человек в школе было. Там у венгров, у болгар. Научите всех грамоте. Иначе это вилами написано на воде, как Кириллу Неподи сказал, вот и грамоты нет. Грамматику надо дать, а дальше писать. Писать не зачем. Делите березу, на березке хорошо пишется. На глине обжигайте. Вернитесь к царству Хамураппи. Начните заново все. Сумели же сделать так, что спрятать. Ничего не надо под землю задать. А под землей электричества не было. Явно, что они там не читали. Они в пыли так и сидели все же. Россия тысячи лет прошла насильственно. Оторванная от Бога. И нас пытаются убедить, что можно достичь святости без слова Божия. Повторяю слова Давида. Он говорит, яви милость рабу твоему. Слова у меня нету, Господи. Пощади меня, дай слово. И когда на русский язык стали переводить, ну что можно сказать, душа радуется. А это библейское общество. А в нем масонов столько. Я не буду спорить. Да, масоны. Может быть и так. Но они дали нам слово. Ты понимаешь или нет, что такое слово? А оно переведено неправильно. Вот каждый 15 лет его надо переводить. Не надо его переводить. Оно уже переведено. Таких переводчиков больше не будет, какие были. Я даже в беседе с Александром Менем задал. Скажи, ну знаешь древнееврейские. А как Данил Авраамович Хвольцин, ты можешь переводить? Да, конечно нет. Он даже разговаривали с ним. Он так повернулся. Какие же это наши знания? Это первокласснейший ученый, природный еврей. И он большую часть Библии перевел. И мы что-то пытаемся, бессовестное, наглое, против таких людей поднимать. Эти люди писали учебники для еврейских школ. Ты понимаешь, какие знания надо было иметь им? И с оригиналами работали. Знали несколько самых древних языков. Арабский, потому что на арабском языке есть древние Библии есть. И давай тебе заново переводить. Ты сначала эту прочитай хотя бы раз. Евангелие Сиан 17,6. Говорит, ты дал мне их, Господь молится. И они, ты дал мне их, и они сохранили слово твое. Меня это потрясает. А если не сохранили слово обратно, значит ты мне их не дал. Это прямо, у вас же уши от логического мышления. Ты дал мне их. Это мои люди, Господи. И признаки того, что они мои, то, что они хранят слово. А если они не хранят и не любят, ясно, не могут они быть его и хранят, и не хранят. Это же большая разница. Значит, и не его. Да ведь это же ужас какой-то. Когда прямо Евангелие от Иоанна, с которым выходит, поднимает, мы кланяемся, крестимся. Здесь написано, хранить. Откровение 3,8. Господь говорит, вот я отворил дверь перед тобою. И никто не может затворить ее. Почему? Потому что ты сохранил слово мое. А если не сохранил, закрытая дверь. Я ничего не толкую, я просто читаю слова и от обратного исхожу на этот. Я открыл перед тобой. Почему ты ее не закрой? А потому что они ничего не могут сделать. Никто. Мы не можем добиться встречи с ними. Никто. Они все от нас прячутся. Они могут только поносить, кусать. Но они не встретятся. Почему? Мы сохранили слово его. Насколько уж тоже, это другой вопрос. Но у нас слово Божие. Найдите мне храма православного, где бы Библия, если на дальнем переводе лежала на англоуе. Найдите где бы столько насписей. Пройдите хоть один раз, еще раз прочитайте. Где? Чтобы на русском языке считалось салтырное чтение и прочее. Сегодня вот этот канон Григорий будет читать. Это просто антракт молчания. Скажи, перескажи, о чем был. Да не знаю. Надо жизнь Григория знать. Это борьба с ересами. Надо знать. Самое главное, смысл его, в чем заключался. А без слова-то Божия ничего бы не доказал. Прославляя святого канона, сказать, ты, Григорий, велик тем, что слово Божие было для тебя авторитетом. И ты, согласно великого слова Бога Его, знал, как еректико посадить. Ты знал, как разбить их в безумные слова против Бога. Потому что у тебя Библия была. Почему мы терпим поражение? Потому что слово твое не имеет авторитета. Его не насадили, нас к нему не приучили. Вот нужно говорить и плахать на сегодняшнем каноне. И откровение 3.18. Господь говорит, и так, как ты сохранил слово терпения моего, я сохраню тебя от годины искушения. Година искушения это испытание. Может быть война, нашествие мусульман. Мы не знаем, что будет здесь. В Китае подвигнется. Господь обещает сохранить только тех, которые сохранили слово. Ведь нас под удар поставили. Мы не сохранили слово, скажет Господь, в эту графу вы никак не попадаете. От годины искушения. Слово терпения. Как это слово терпения? Не просто терпение, и не слово, а слово терпения. Во-первых, считать нужно с терпением. Что ты не понимаешь. А Златоуст говорит, ты не понимаешь, а дьявол понимает, когда ты считаешь. Ты считай, он трепещет. Он не может смотреть. Я не знаю, из чего этот Златоуст сказал. Он говорит, Библия делает дом недоступный для дьявола. Я не очень верю этим словам. А все-таки приятно слышать. Исайя, 40 глава, 8 стих. Трава иссыхает, свет ее опадает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Если оно, слово пребудет вечно, это сходится с тем, что Господь сказал. Значит, на земле трава, свет ее напоминает нам. Как я увидел, быстро светет все. И юность проходит, а слово Божие вечно. В этом слове миллионы людей нашли утешение. У меня немалый опыт общения с Библией. Я разные переводы начитывал на пленку. И скажу, с нашим синодальным переводом даже близко не может. Я не знаток языков, но я ее полностью читаю на немецком, английском, латышком. Читал, сравнивал. Подходил к тем людям и говорил, как у вас здесь. И которые знают язык, да никакого сравнения, какой у вас перевод. Насколько он красочный, насколько прекрасен. И кто против перевода, перевод надо другое делать, они наизусть ничего не знали. Она должна слиться с дыханием нашим. Какой бы случай ни был, ты сразу... А Библия говорит так. Итак, Иоанн 5 глава 24 стих. Слушайте Слово Мое, говорит Господь. Деяние 13.48. Язычники, слыша это Слово, радовались и прославили. Кого? Слово. Значит, оно было у них, и они прославили. Русский человек как может прославить Слово? Ну, он может говорить слава Цуе Сыну и Святому Духу, повторять можно. А это Слово живое, неизменное. Потом, его, чтобы знать, надо все время считать. Это бездна и глубина. И прославили Слово, которое было... Которым были они предоставлены к вечной жизни. Слово Божие берет нас, научает и представляет к вечной жизни. По всем местам Священного Писания рассматривая, мы находим, что Слово Божие настолько прочно поставлено, что ни одна черточка не может из него куда-либо уйти. Мы же имеем такое счастье, что имеем перевод на каждую черточку. Заталут говорит, запятой не оставляй без внимания. Сколько там всего скрыто. Напоминаю, первый стих, Исайя считает, во-первых, первый стих. Один стих. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риса наполняли храм. Вообще там проповедать нечего. Шесть проповедей. И каждая проповедь больше часа. Шесть. Заголок берет Иоанн Апостол. Заголок. Шесть проповедей. Почему он является по сей день непревзойденным проповедником. Величайшему в мире. Мы говорим, называем золотые уста. А они золотые, это чего стали? То, что Слово Божие вошло в него. Он привязался, он прилепился, он вошел к нему. Если только мы именем Златоуста где-то прикрываемся, то даже сразу сказать, а его вся мудрость была из Слова Божия. И так, ни одна черта не придет. И скажем, Господи, не допусти, чтобы я утерял хотя бы одну черточку из Писания. С великим чьянием смотрите в него. Ищите. И на каждую беседу у нас идут занятия. Не все остаетесь. Оставайтесь. Некоторые не ходят на занятия в университет. Я скажу, вы будете очень жалеть. У нас в повторении очень мало кто ходит постоянно. И они говорят, мы это уже проходили, но события показывают, что в новом свете мы все это видим. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...